Приветствую вас, друзья мои! Сегодня вас ждет атмосферная прогулка по Риму. Я покажу, какой Рим в октябре. Как же я люблю начинать нашу прогулку именно с пиаццией Лирпопола с Народной площадью, до которой можно легко добраться от станции метро Фламинья. На площадь можно попасть через ворота порта Фламинья, которая установлена в стене Аврелиана. Нас приветствует надпись «Счастливого и благополучного входа» в игровированной обернине. Это было сделано по случаю прибытия в Рим королевы Кристины из Швеции. И эта надпись сегодня приветствует всех, кто проходит через эту дверь. Отсюда люблю начинать нашу прогулку не только за красивую дверь, построенную по проекту Микеланджело и позже доработанную Бернини, но и за многочисленные архитектурные шедевры – от церкви Санта-Мария-дель-Пополо до обелиска и фонтанов. Обелиск, который находится на площади, первоначально стоял в Большом цирке. Еще в Древнем Риме многие обелиски были привезены из Египта, а в Средние века итальянские архитекторы вновь стали украшать ими город. И таким образом роскошная архитектура Средневековья была дополнена уже не только египетскими, но и римскими обелисками. Свой нынешний вид площадь приобрела только в XIX веке благодаря архитектору Джузеппе Володье. Замечательная смотровая площадка на холме Пинчо. Туда можно подняться по наполеоновской лестнице, которая находится слева. Две интересные циркви-близнецы закрывают площадь. От них отходит знаменитый трезубец – Вио-дель-Бабуино, Вио-дель-Корсо и Вио-де-Репетто. Три главные улицы, которые ведут к трём главным базиликам Рима. Дорогие друзья, давайте немного прогуляемся по Вио-дель-Корсо. В последнее время в Италии увеличился показатель с подтверждённым диагнозом коронавируса. И поэтому с 3 октября обязали всех ходить в масках даже на улице. Если раньше необходимость носить маску была только в закрытых помещениях, то сейчас, как видите, весь Рим гуляет в масках. За нарушение режима штраф 400 евро. Ходить без маски могут только дети до 6 лет. В особом режиме работают школы, детские сады, вузы, общественный транспорт. Даже трудно представить, что дети в школах весь день находятся в масках. Многие из вас планировали приехать в Рим уже этой осенью. Но, увы, и осенью Италия будет закрыта для туристов. Если честно сказать, у меня теплилась надежда на то, что мы встретимся с вами в Риме и будем гулять вместе по этому удивительному городу. Но, видимо, так и придется гулять по вечному городу одной и делиться с вами атмосферой города через видео. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я собираю посылку в Россию, вот присматриваю небольшие сувенирчики. Субтитры подогнал «Симон» 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 И вот я уже подхожу к площади Ротонда, на которой находится знаменитый пантеон – храм всех богов. Обратите внимание, и на этой маленькой площади находится еще один обелиск. Римляне очень любили обелиски. Римляне очень любили. Римские площади – это что-то потрясающее. Несмотря на то, что на них всегда много народу, в них есть какой-то шарм и уникальная атмосфера, которая постоянно заставляет вернуться. В Риме каждый уголок дышит античностью, и поэтому просто нельзя пройти мимо площади Ротонда. Сегодня в пантеон мы заходить не будем, а просто прогуляемся по площади. Эта очередь стоит, чтобы попасть в пантеон. При входе проверяют температуру. Пьяцца де Пьетро, на которой находится прекрасный бар Салотто 42, где можно выпить аперитив, и напротив сохранившиеся колонны от храма Адриана. В очередной раз город напоминает нам о своей многовековой истории. В 17 веке остатки храма были встроены в здание таможни. Таким образом, колонны дошли до наших дней и получили вторую жизнь. Это виднеются колонны пантеона. Я вернулась сюда, чтобы выйти на площадь Миневра. Обратите внимание, опять площадь и обелиск. Но этот обелиск уже находится на слонике, на симпатичном улыбчивом слонике Бернини, выполненном из белого мрамора. Во второй половине дня на площади Миневры работают музыканты. Эта остырия была названа в честь термогриппы, которые были построены еще до нашей эры. Эти термы были самые первые в Риме. Как же все-таки бережно итальянцы относятся к истории? Не снесли остатки терм, а пристроили к ним здания. И сейчас, прогуливаясь по улице, можно только представить, какие они были большие. Как-нибудь расскажу вам подробно об этих термах. Недалеко от пантеона находится храм Ордена Иезуитов. О нем можно говорить очень много. Но я сегодня расскажу вам о секрете, который спрятан здесь. О нем мало кто знает. Вы можете увидеть настоящее театрализованное представление, если зайдете в церковь в 17.30. Каждый день в это время в часовне слева от центрального алтаря, где находится капелла, посвященная святому Игнатию, основателю Ордена Иезуитов, полотно с изображением святого, принимающего от воскресшего Христа знамя, начинает опускаться, чтобы показать статую святого за самой картиной. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас здесь находится копия серебряной статуи святого, которую в XIX веке переплавили на слитки для оплаты контрибуции. Папа Пий VI был противником французской революции и считал Наполеона исчадие мада. Наполеон решил отомстить. Папские войска были разбиты, французы грабили папские области, а в Риме была паника. Папе Римскому пришлось выплатить контрибуцию 30 миллионов франков и отдать лучшие картины и статуй из музеев, которые были сразу же увезены в Париж. Серебряная статуя святого Игнатия была переплавлена на слитки для оплаты контрибуции. Эта гипсовая посеребряная копия была сделана в мастерской Антония Кановы. Удивительной красоты статуя. Она усыпана драгоценными камнями. Жаль, что камера не передает этой красоты. Сама же капелла сделана из лазурита, полудрагоценных камней и нескольких видов цветного мрамора. В позолоченной урне хранится прах святого Игнатия. Как я уже говорила, это храм Ордена Иезуитов. При любом основании Ордена всегда ставили цели и задачи. Орден Иезуитов поставил перед собой цель защищать папство и добиться, чтобы в церковь ходило больше людей. Чтобы добиться своей цели, они решили делать свои церкви яркими и роскошными. Впервые входящие в церковь люди испытывали и до сих пор испытывают восхищение от пышного и дорогого убранства церкви. Над украшением этой церкви работали многие художники и скульпторы. Про эту церковь надо снимать отдельное видео, и оно получится достаточно большим. Хотите, расскажу вам про эту церковь? Часто мы используем поговорку, что все дороги ведут в Рим, а все дороги Рима ведут на площадь Венеция. На этой площади можно задержаться надолго. Если все подробно и по порядку рассматривать, то и дня не хватит. Церковь святого Марка, палаццо Венеция. Строительство дворца началось еще кардиналом, но потом он стал папой римским Павлом II и переезжать оттуда никуда не захотел. Так этот дворец стал резиденцией папы римского. Палаццо Бонапарте также находится на этой площади. Алтарь Отечества, на который нужно обязательно подняться. А рядом с площадью соседствует капиталистский холм с невеликовой историей. Так что здесь можно задержаться надолго. Ну а я направляюсь к станции метро Колосео. Моя прогулка закончилась и я поеду домой. А вам, дорогие мои друзья, большое спасибо за компанию и что прогулялись со мной от начала и до конца. До новых видео, друзья, и хорошего вам дня! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok